Вот, раздал вид, куда написано Кургинянинг. Ну вот, всем привет. Напоминаю, что мы находимся в площади революции, где в ближайшее время начнется митинг народно-патриотических сил, организованный в сути времени Народным собором и прочими лямами и бравыми организациями патриотического толка. В этом митинг возглавляет Сергей Кургинян, известный нам за свою поддержку Путина, но сейчас он встал не то чтобы против Путина, но против всего плохого. То есть ВТО, ювенальные юстиции и прочие гадости. Интересно, здесь как минимум 2-3 тысячи человек, как мне кажется, где-то нет. Ну, больше тысячи точно. А, из учитывания газончик, то... Я бы извиняю в их сцене. Попробую. Мы хотели потому, чтобы реализовалась на миниторах формулы, что мы разделяем власть. Но мы этого не позволим сделать. Патриотический протест Варневого — это протест широкой коалиции сил. Это протест, имеющий направление диалетерально противоположное тому, которое есть в либерально-оранжевой среде. Им нужно никакие повреждения. Нам нужна великая Россия. И Россия будет великая. Россия будет свободной. Мы вместе собрались для того, чтобы не бегать по площадям и кричать непонятно что, а чтобы так и приятно возникать повестку дня. В этой повестке дня, кождению ПТО, которое мы считаем, происходят на абсолютно недопустимые грехи условия. 460 моногородов, сейчас мы на этих условиях пойдем в ПТО. Сейчас 40 тысяч предстоят и закроются. Миллионы и миллионы потеряют работу. А если такая социальная депрессия ударит по стране хуже атомной бомбой, то люди перестанут дрожать. И наш противник добьется еще и решения окончательного русского вопроса. Решения демократической проблемы. Мы позволим ему это сделать? Нет. Мы ему это сделать не позволим. И мы не позволим нашему противнику таскивать нас в западный мир, которому мы фундаментально чужие. Мы ему чужие давно. Мы ему чужие с тех пор, как приняли православие и пошли своим путем, отказавшись от католицизма и сформировав историческую культурную личность на этой основе. Мы для него чужие, когда разгромили Наполеона и Гитлера. Мы для него чужие, когда подняли красное знамя над Берлином. Мы для него чужие, и он чужой для нас. Они не мы, мы не они. Они не мы, мы не они. Они не мы. Мы не они. И они, конечно, мы шли из ума востолько, чтобы делать ад на земле и насаждать там эту свою ювенальную юстицию. А нам говорят, что надо уподобиться им. То я вспоминаю великую пьесу Оноста Носороги, когда постепенно люди под гипнозом начинали говорить, что они хотят превратиться в носорогов. Вы хотите превратиться в западных постмодернистских носорогов, которые будут сдавать для своих детей под опеку, которые отдадут свои семьи безликому чиновничеству, которые допустят этот новый вид тоталитаризма? Вы хотите этого? Нет! И мы говорим о том, что нет ВТО, нет ювенальной юстиции, нет новой волны приватизации. Да, Великой России! Да, возвращению к самим себе, своей подлинной правде о себе, своей историко-культурной судьбе, хватит пугать нас тем, что мы не похожи на Запад, что мы недостаточно на него похожи. Мы гордимся тем, что мы на него не похожи. Мы гордимся тем, что мы такими, какими сделали нас, наши предки. Мы гордимся тем, что мы другие. И в тот момент, когда они впадают в безумие, мы в него не впадим. Мы не они, Они не мы! Мы не они! Они не мы! И в этом суть нашего единства. Это понимают православные люди, дороги от коммунизма. Это понимают левые. Это понимают националисты. Это понимают разумные либералы. Стоп, ну а шина! Любой следующий виток либеральных реформ – это катастрофа для России и власти. Хватит новых чубайсов и гайдаров. Хватит 20-летних экспериментов. Мы должны вернуться к консервативно-патриотическому курсу. Курсу, на котором мы будем верны своей исторической судьбе. И тогда они нам будут завидовать, а не мы им. Но в любом случае мы гордимся собой. И мы говорим, вы – это великая Россия. Великая Россия – это наша гордость. Мы не хотим походить на вас. Мы не хотим кривляться, уподобляясь вам. Мы не хотим, чтобы ваш водопровод подключали к нам. И от места водопровода подключали случайно канализацию. То есть самое мерзкое, что у вас есть. Мы хотим быть другими. Мы имеем право быть другими. Мы суверенные. Мы определяем свой исторический выбор. За великий наш выбор. За наш исторический путь. Против очередного либерального обезьянника. Да здравствует Россия! Нет нового курса либеральных. Я постоянно буду подчеркивать, что мы вместе. Что наши различия не мешают нам быть вместе. И я передаю слово крупному политику патриотической, скажем так, нелево-патриотической ориентации, Владимиру Кобякову, сопредседателю Народного Собора. Чьи флаги развиваются тут рядом с нами. Это единство имперских и красных флагов. И это единство никому уже не разбить. Сегодня черный день для всех либералов России. Потому что мы станем вместе, хотя им этого очень не хочется. То, что мы станем вместе с Сергеем Ирвановичем Кургиняном, вовсе не значит, что я вдруг стал марксистом, а он стал мечтать, допустим, о монархии или, так сказать, о Российской империи. Это значит только одно. Это значит, что мы одинаково понимаем угрозы, исходящие извне для России. И то, что если эти угрозы осуществятся на практике, в России не будет ни красных, ни белых, ни русских, ни нерусских, ни православных, ни неправославных. Зачищены будут все. Потому что Запад, эту цивилизацию, которую он представляет, интересует территория, интересуют ресурсы. Но никоим образом не интересует проживающий здесь народ. Народ этот 20 лет назад сначала объявили населением. Теперь его объявляют, как это, человеческим капиталом. То есть неким товаром в форме купли-продажи. Ну что ж, пришло время, наверное, уже доказать, что они ошибаются, пока с Россией не покончили. То, что с Россией могут покончить, это некрасивые слова и не пугалка для кого-то. Достаточно проанализировать элементарно совершенно. На житейском уровне к чему приведет новый виток либеральных реформ, против которого мы вышли бороться. А я скажу, к чему он приведет. Присоединение к ВТО приведет к закрытию огромного количества заводов. 40 тысяч заводов, предприятий закроются. Миллионы людей будут на улице. Миллионы семей станут обездоленными. Куда они пойдут? Они пойдут на улицу. Ювенальные законы введут в скорости. У кого будут отбирать людей? У святых, благополучных? Можно быть от так называемых однополых семей, которых нам хотят впарить под сургинку. Ни в коем случае. Их будут отбирать у бедных семей. Их будут отбирать в первую очередь у русских семей. Потому что, извините, в некоторых республиках скорее зарежут ювенального чиновника, чем допустят его к своим детям. От чего это приведет? От того, что вспыхнут все возможные противоречия. Социальные, межнациональные, любые. И когда люди попрут на улицу, их там будут ждать добрые, оранжевые либералы, которые объясняют, что все на самом деле просто. Надо свалить эту плохую власть, а по возможности развалить это плохое государство на многом маленьких и хороших. И, к сожалению, есть серьезные основания думать, что многие им поверят. Потому что у них не будет другого выхода. Потому что их вышвырнут на улицу. Одни кабинетные либералы готовят реформы, другие подбирают на улице выброшенных этими реформами людей. Что это как не заговор с целью уничтожения страны? Есть еще одна большая мерзость. Я о ней уже говорил на прошлом нашем совместном митинге. И мерзость это следующая волна приватизации. Остатки общерародной собственности, которую создавали наши отцы и деды. Вместе создавали несколько голодных поколений. Создавали для нас. И которые раздербанили в начале 90-х. Хотят додербанить до конца. Причем даже не между своими. Это еще полбеды. Между чужими. Иностранные инвесторы им понадобились. Очень сильно понадобились. Для чего? Да все для того же. Потому что как только в России вспыкнет очередная смута. Иностранные инвесторы призовут сюда так называемые международные войска. Для защиты собственности иностранных инвесторов. И давно будет совсем плохо. Вот мы это понимаем. Поэтому мы стоим здесь. Либералы это тоже понимают. Поэтому сегодня они уже начали делать то, чего от них еще месяц назад нельзя было даже предположить. Они заявили, что они тоже против ВТО. Как это вам? Уж не против ли они либерализма? Да нет конечно. Они против того, чтобы Россия оставалась единой. И поэтому им нужны новые, озлобленные, решенные всего люди. Которых можно будет бросить эту Россию разрушать. Вот что им надо. Не поддаемся на эти лукавые, знаете, обманки. Что мы тоже против. Они не против. Они против России. Это надо понимать. Поэтому все, кто за Россию, должны сегодня быть вместе. Я не призываю вас обниматься друг с другом. Но в общем окопе не ведут идеологических споров. Если бы Дмитрий Гонской, отправляясь на Куликово поле, говорил, этих мы возьмем. Они вот костромские. Да, они за нас. А вот рязанских нет. Мы с ними воевали в прошлом году. Много бы наши предки там навоевали? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Вот и нам надо быть не глупее своих предков, чтобы держать Россию. И чтобы она была нашей. Да здравствуй. Наша Россия. Нести флаги организаций, которые участвуют в митинге. Торжественному внесению флагов, приготовятся. В объединенном патриотическом митинге принимают участие. Расскажение. Патриотическом митинге. Патриотическом митинге. Патриотическом митинге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие, я не знаю как сказать, я думаю слово товарищ оно хорошее, русское и для всех пригодное, как для левых, так и для правых. Ибо оно гораздо древнее и марксизма и многого другого. Это основная часть русского языка. Это обозначение человека, который думает так же как ты и делает с тобой общие дела. Так вот, я хочу открыть секцию, которая касается выступлений по части ВТО. Я входил в комитет СТОП ВТО вместе с Константином Анатольевичем Бабкиным, у которого, к сожалению, сегодня не сможет принять участие в нашем митинге, с Николаем Стариковым, который здесь и будет выступать. С другими достойными людьми мы пытались остановить ВТО законным путем. Была официально, абсолютно официально организована инициативная группа по проведению референдума. Мы подали все необходимые документы. Мы готовы были создать инициативные группы в нужном числе городов.